Последние приготовления перед началом крещенских купаний. По традиции они начинаются уже на вечерие Богоявления, но только после того, как вода в проруби будет освещена. Первым в ледяную прорубь в Щелковском парке, центральном организованном месте крещенских купаний, окунулся Щелковец Алексей. Это замечательный праздник, и эти традиции надо поддерживать семейно. Это небесная благодать, которая сошла на землю, и каждый верующий должен пройти через этот обряд. С каждым годом желающих в крещенскую ночь трижды погрузиться в ледяную воду с головой становится больше. С праздником замечательно все. Ох, хорошо. Если раньше людям приходилось идти к самодельным прорубям, то в последние годы купание проходит в комфортных и безопасных местах, оборудованных всем необходимым. Здесь организованы теплые раздевалки, огражденная прорубь, подходы к ней оборудованы поручнями и застелены сеном. Дежурят спасатели и медики, сотрудники правоохранительных органов, работают волонтеры. Все подготовлено, все работает. Ребята работают, меняются через каждые два часа с определенной периодичностью. У нас один человек постоянно в гидрокостюме, второй на подхвате. То есть все под контролем, все хорошо, все работает. Здесь все сделано для безопасности людей. То есть дорожки застелены сеном, чтобы никто не поскользнулся на входе, на выходе, когда человек уже с мороза, как вы можете увидеть, побежал в шоке, в легком. Чтобы не поскользнулся, не упал, не получил травму. То есть все продумано до мелочей. Щелковцы могли угоститься горячим чаем, выпечкой, сладостями, согреться у огня. Замечательно. Мы в прошлом году тоже были здесь, первый раз увидели. Организация на очень высоком уровне. Хочу сказать, что комфортно все. От помещений для ожидающих, от помещения для тех, кто в раздумьях, зайти, не зайти. И вот очень хорошие и раздевалки, тепленько, все очень хорошо. И чай, и угощения. Очень приятно, неожиданно. Вот до вшивления, такой подъем энергии. В этом году в городском округе купания проходили в девяти организованных местах. Предварительно вода в купелях была освещена. Днесь вот освещается естество, и разделяется иордан, и своих вод возвращает струи. Владыку зря креща, и мать. Люди приходили окунуться в ледяную воду в Чкаловском, в Оболдине, а в Гребневе было оборудовано сразу две купели. И на отдаленных от центра территориях проводился обряд. Так, крещенские купания состоялись в Сдехове, в Душонове и других населенных пунктах. Не напугал щелковцев и сильный снегопад. Почти четыре тысячи жителей округа окунулись в купели в ночь с 18 на 19 января. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.